Но почему-то 80% россиян платят за услуги медиков. Как нарушают наши права в поликлиниках и куда в таких случаях обращаться, выяснила Дарья Лебедева. Зачем припираться ко мне в 4 часа ночи? Такие судьи, у меня нога сломана, что мне делать? Объеда какое дело до тебя? Пости наружу не торшат, значит перелома нет. Так встретил в травмпункте пострадавшего дежурный из Кулаб, где происходит странное оказание медпомощи, сказать трудно. Но то, что так происходит во многих местах, подтверждают пациенты и не только травматических пунктов. Сегодня получить положенную по закону помощь не так-то просто. Причин множество. Вот, к примеру, родителям маленькой Юли предложили купить вакцину от укуса клеща за собственные средства. Получается, мы к вам приехали зря. Ну почему зря? Мы же вам клеща сняли. Я говорю, ну это же не самое главное. Самое главное вовремя поставить вакцину, потому что вот обнаружила я его в 12, а может быть он укусил еще там вчера вечером. А ведь в такие моменты дорога каждая минута. За жизнь Виталия жена Ирина боролась до последнего. Чего не скажешь о врачах. Ведь фельдшер неотложной помощи отказался даже обезболивать мужа. Необходимых лекарств у него якобы не было. Врач просто посидел рядом с кроватью, ничего не сделал. Сказал, что перелом так и будет болеть, потому что это чашечкой, заживает это долго. А то, что нога отекала, это посттравматический отек от перелома. И все это пройдет. Ничего больше он не сделал, ни уколов, вообще ничего. Ирина просто умоляла помочь мужу, но никто ее не слышал. Несколько раз обращалась в больницу, но общение с врачами заканчивалось в приемном отделении. Все это время у Виталия была гангрена ноги. И несмотря на запоздалую операцию, спасти жизнь не удалось. В последнее время гражданам все чаще отказывают бесплатной медицинской помощи. И даже принуждают оплачивать расходы, которые покрывает полис ОМС. С этой проблемой не сталкивалось всего 22% россиян. Приходите к нам бесплатно, но оплатите все обслуживание, что какие нужно, а это безобразно дорого стоит, 2-3 тысячи, мы нам не посильны. Написали, что мне нужна обувь зимней и летней стильки. А там у нас есть методист, она сказала, да что мне это 36-я больница, 30-я. Да это вообще ничто. Идите отсюда. И ситуация не изменится, пока пациенты не перестанут спускать конфликт на тормозах. Разобраться с нерадивым врачом можно, обратившись к заведующей поликлинике. Если это не поможет, следует писать жалобу в страховую компанию или фонд ОМС. Или звонить. Впрочем, как мы убедились, на звонки ни в страховой, ни в фонде ОМС никто не отвечает. Еще один вариант – обратиться в управление Росздравнадзора. Реагируют они явно оперативнее. Помогаем и причем делаем все возможное, все, что есть в ресурсах нашей службы, для того, чтобы права человека были восстановлены и соблюдены. Эти случаи есть, и мы на них оперативно реагируем, потому что это недопустимо просто. Но таких жалоб в Росздравнадзор поступает очень мало. Порядка 600 в год. И даже страшно подумать, сколько подобных историй так и остаются неразрешенными. А главное, сколько врачей, нарушающих права пациентов, продолжают лечить людей. Хотя делать этого уже не должны. Тема продолжим с нашим гостем. В студии официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куриной. Александр Игоревич, здравствуйте. Добрый утро. Отказ бесплатной медпомощи по ОМС – это уже не просто отдельный случай, это сложившаяся практика. Даже в нашей небольшой редакции сотрудники регулярно с этим сталкиваются. А как вообще прокуратура реагирует? Прокуратура, конечно же, все эти случаи, когда мы о них узнаем. Узнавать мы можем по-разному. Иногда из прессы, если это какая-то громкая история, в столице или в регионах для нас эта разница никакой не играет. Или люди приходят к нам с жалобами. Тогда, конечно, мы включаемся в процесс. И нарушений вообще в сфере медицины достаточно много. За прошедший год мы зарегистрировали 84 тысячи нарушений. Это в целом во всей сфере здравоохранения. И такие случаи туда тоже попали. По результатам этих нарушений были даже возбуждены 146 уголовных дел. Это тоже немало. И самый частый случай – это даже не отказ от медицинской помощи, а это нехватка лекарств. И зачастую отказывают и в средствах реабилитации, и в лекарствах, и в оказании какой-то помощи. Именно потому, что в бюджетных учреждениях, поликлиниках и больницах нет денег. Почему нет денег? Да потому, что региональное правительство не заложило нужное количество средств. И виноваты уже они. Республика Калмыкия на прошлый год должны были быть выделены 300 миллионов рублей. Для того, чтобы обеспечить потребность республики в лекарствах. А было выделено только, насколько я помню, что-то около 70 миллионов. Вы до чиновников поднимаетесь в этой цепочке? Разумеется, было внесено представление, и нарушения устранены, эти средства нашлись. Но сколько людей были вынуждены в этот период, пока шло разбирательство, покупать лекарства за собственные деньги? Так вот самый главный вопрос возникает. А вообще всю систему как-то получается изменить? Потому что ведь если в поликлинике нет врача, после наказания этой поликлиники он же не появится. Или надо проследить, чтобы он там наоборот появился? Ну и следим мы за тем, чтобы появился. Потому что если мы вышли с актом прокурорского реагирования, то, конечно же, потом мы контролируем. Они обязаны перед нами отчитаться, и мы уже смотрим, устранено нарушение или нет. Таких случаев много. В Пермском крае девочку укусила змея на даче, обратились в больницу города Березняки. Ей отказали в помощи, потому что не было вакцины против вот этого укус, сыворотки. На самом деле она обязана там быть, она входит в список обязательных препаратов. Пришлось перевозить в Пермь, и только там она получила помощь, слава богу, здорова. Но тем не менее, тот человек, тот начальник смены, который ее принимал и отказал в оказании помощи на этом основании, он был уволен. А вакцина появилась в результате? Да, вакцина потом, естественно, устранили, после этого они ее закупили. Вообще, бесплатная медицинская помощь нам гарантирована Конституцией, правильно? При этом многие говорят, вот мы приходим в поликлинику, к врачу не записаться, он постоянно занят. Но если мы хотим по платной системе к нему пойти, вот, пожалуйста, записывайтесь, заходите сейчас. И он свободен. Но тогда получается, что полис ОМС теряет вообще весь смысл. Это, безусловно, повод задуматься и представителям Министерства здравоохранения, а может быть, в правительстве на более высоком уровне. Депутаты Госдумы должны обратить из профильного комитета, как минимум, на это внимание. Может быть, здесь стоит выходить на какие-то решения, чтобы платные услуги оказывались в сверхурочное время, может быть. Или на какой-то другой основе. Конечно, они не должны ни в коем случае подменять собой. Хорошо, наше предложение. Может быть, да, если поликлиника оказывает по ОМС некие услуги, то не надо их дублировать еще и коммерческие. Конечно, в первую очередь должны быть обслужены этим медицинским учреждением те люди, которые пришли на основание полиса обязательного медицинского страхования. Ну, а дальше, наверное, должны идти все остальные. Очень часто люди обращаются, когда мало того, что помощь не оказали, но так, как должны были, но люди еще при этом пострадали. В Екатеринбурге был случай, когда девочки делали операцию, и от применения электродефибриллятора вспыхнула повязка санитарная, которая на ней была, она получила ожоги. В результате был суд, да, и они получили, семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей, и люди были наказаны еще и административно. Административно, конечно же, и вот такие случаи бывают. Просто дело в том, что если мы купили какой-то низкокачественный прибор, да, мы потом по гарантии его сдадим, это время какое-то пройдет, тут же речь идет о человеческой жизни, если человек, вот как в сюжете, да, отказывается лечить перелом. Да, да. То есть он бы, конечно, мог бы подождать, если бы это не связано было со здоровьем. Вот тут действия все равно, это какие-то тут же звонки моментально, с чего мы начали, это звонки все равно во все инстанции. Абсолютно, нужно поговорить с руководством этого медицинского учреждения, нужно обратиться в Росздравнадзор и параллельно, конечно же, к нам тоже. Это будет максимально эффективно. В Екатеринбурге тоже один из случаев, когда нужна была помощь, болела нога у ветеран войны, ну, казалось бы, ну, вот давайте к детям, хотя бы к ветеранам, к пожилым людям относиться с большим вниманием. Ему отказали в госпитализации и делали это в течение долгого времени, его футболили, привозили в больницу, отправляли обратно домой. Через несколько недель ногу пришлось ампутировать. Там даже по итогу было заведено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется. Ну, то есть мы тоже видим очень много случаев, когда и диагноз ставится неправильно. Совершенно верно. Люди несут ответственность и дисциплинарную, и административную, а если наступили тяжкие последствия, то уголовную. А генпрокуратура поможет как-то еще взыскать, может быть, материальные средства человеку, который пострадал в результате действий? Во-первых, конечно, и консультацию всегда окажем. И если это уголовное дело, да, то там тоже и вопросы компенсации, может этот вопрос рассматриваться. Тут уже гособвинение представляет как раз прокурор. И, конечно же, мы представляем и интересы государства, но и, получается, что интересы человека, пострадавшего тоже. В общем, имеющие уши дослышать сейчас наш разговор. Спасибо вам. Мы говорили с официальным представителем Генеральной прокуратуры России Александром Куриным. Доброго дня вам. Спасибо.